Например, представьте, как отбирают музыкантов, то есть вы там по профессиональным качествам отбираете, а вот для коллаборации вы отбираете людей, то есть это люди, с которыми вы дружите, люди, которых вы просто видите и хотите с ними как-то вступить в какой-то альянс, или вы понимаете, что они какие-то ваши единомышленники? Как правило, это люди единомышленники или с теми, с кем знакомишься, и ты понимаешь, что у тебя существует контакт, и в творческом отношении, естественно, это обязательное условие. Но бывают случаи, когда, как с Тамарой, например, мы познакомились... — Потому что Арбенина не смогла, правильно? — С Тамарой Горсетель. — Да, потому что не смогла Арбенина, да, спеть эту вещь, правильно? Я читал. — Нет, нет, но с Тамарой, я просто имею в виду, что как завязались отношения, мы участвовали в проекте «Не голубой огонек», который делали Миш Козырев и Максим Виторган, и там появилась идея спеть нам вместе с Тамарой Горсетелью нашу песню «Моя любовь». И мы сначала ее спели, а потом уже с ней подружились. И это стало уже в дальнейшем таким же творческим союзом достаточно крепким. Разные условия знакомства, условия творческого какого-то начинания. — Как правило, это друзья знакомые, либо, если мы не знакомые, приглашаем кого-то, вот как «Ничетный воин», нам очень нравился Андрей Мисин, исполнитель такой. Мы познакомились, записали с ним песню, сейчас дружим. Вот так вот со мной. Кого-то мы, естественно, знаем, и кто-то уже, скажем, ветеран там проектов, вот там, например, Дина Арбенина или Юлия Чечерина, они часто участвуют в разных проектах. Лина желанная. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда 24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».